здравствуйте друзья добрый вечер добрый дождливый вечерок у нас вы знаете в калифорнии дождь это праздник и вы слышали друзья что я не один в нашем иммигрантовозе в иммигрантомобиле со мной наташа наташа которая недавно была у нас на канале которая из города владикавказ и которая массажист в душе и так сказать по работе значит наташенька когда вы у нас были в прошлый раз на канале скажите дай бог памяти это было наверное девятнадцатая ноября все таки я очень сильно ехал грубо говоря не за месяц месячишка а приехали вы в америку 11 ноября приземлились при аэропорту сан-франциско и так вы приземлились через неделю вы пришли к нам благотворить вот значит а за этот месяц какие подвиги вы совершили вообще ну грубо говоря так что с вами произошло вы завели хотя бы один автомобиль на семью у нас сейчас есть временный автомобиль дали на работе мужа у меня муж устроился на работу ему предоставили автомобиль я извиняюсь а у него какая работа а он сейчас у нас окна ставит он строительным а то есть видимо такой автомобиль на котором возят стекло или что-нибудь такое окна они возят это все то есть не то чтобы там в овощной поедешь на эту почему нормально примерно вот перед нами вот как перед нами да вот что это шикарно очень нам очень можно полный кузов овощей набить так хорошо у вас есть такой рабочий автомобильчик то есть ему на работу он добирается на этом хорошо теперь чего значит то есть муж работает ну мы не будем лезть чужой карман но так примерно вот что зарабатывают люди которым дают такую машинку вот не ваш муж а так в целом они сколько получают стекольщики а которые стекольщики я не знаю сколько он получает здесь потому что вам не рассказывает а нет муж сколько получает я знаю сколько его шеф не нервничаем мы а мы про начинающих говорим таких как день день 120 а день это долго это это световой день или это как вообще да примерно световой ну когда как получается ну что десять часов 8 наверно больше семь восемь семь восемь кроме говоря обычный рабочий я рабочий значит дает нам 120 долларов давайте мы собрать а это 5 дней в неделю или 6 6 6 и даже в это воскресенье его попросили приехать потому что ответственный у нас человек и ну хорошо то есть грубо говоря там тысячи три месяца должно получаться даже три с половиной тип того этого хватит должно хватать на аренд на покушать и на самом деле даже и при этом на одеться в принципе основные потребности должно покрывать на песка вас вас много сколько у вас семья сейчас еще детишки приедут поэтому моя задача зарабатывать на садик это нормально на садик детишек двое 1 1 школу полет ну значит на садик вам еще но там 1200 там максимум на самом деле я уже узнавала в садике в сан-хосе можно найти очень сколько маленькой это сколько маленькому на и годика а старше 6 лет в марте 7 2 мальчика девочка и мальчик 6 у девочки считай в школу там в киндергарден да нет сразу же в школу и киндергардена мы уже большеват переростки 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 и 2 мы уже учим там английский мы уже знаем их дед детки приедут приводите мы любим с детками разговаривать я вчера был на новогоднем вечере как на елке новогодней и просто знаете там такие были четырехлетние трехлетние ласточки я просто весь слюнями истек такие детки особенно вот девочки это почти что-то невероятное прямо ну даже не знаю прям хоть детский сад иди преподавай ну ладно вот так что дальше значит в детки давайте с вашей массаж массажистской деятельности я почему на самом деле хотел бы немножко тут углубиться потому что я в этом вижу некоторый потенциал для тех людей которые может быть сегодня думают вот я приеду во америку что я буду делать а у них может быть есть полгода год впереди и они могли бы что-то освоить то есть они может быть не стали бы там супер дюпер массажисты но я я хочу вам сказать что я знаю здесь людей которые были спортсменами или там что-то такое вот они как-то они не знали как быть дальше и не и небольшими там спортсменам шаги перворазрядником когда-то был там 6 прыгал там или что такое вдруг раз пошел закончил школу и у него пошло знаете вот и я поэтому вот как бы под этим углом хочу значит вот вы приехали так у вас есть green card вам не нужно на кеш этого делать вы можете кешем чеком как угодно вот как все за месяц что с вами произошло с точки зрения становления в профессии я устроилась в американский салон а как это произошло вышли салон за салоном или как-то вы что это получился второй салон в которой я пришла просто мимо шлантов нет нет я отправляла резюме конечно вот получилось я первый раз пришла мнение не особо как-то не было что не люди не кликнул удар не кликнула да я им сказала им ссори несмотря на то что да у меня пока нет лицензии но это мне не остановило сказать и моим ссори без лицензии меньше платят без лицензии меньше платят это раз и в принципе тяжело как бы устроиться но мне повезло я сама предложила что я интерна у нас у нас обмен опытом есть российская лицензия и давайте обмениться опытом я когда закончу школу пожалуйста я думаю записались уже в полу как-то школу я пока в поисках не тут помог один наш выходец на россию он программист по моему фамилию не вспомнить неважное имя он здесь работает программистов программистов у него свой салон по франшизе уже колюча творят да большой молодец не подыщет способ чтобы за меня заплатила государства но это отдельная история а дорого стоит курсы ну получается ну смотря в какую-то школу от 4000 до 4000 ну хорошо 4000 5000 хорошо и так пока что вы без лицензии значит вас взяли там какой-то салон и что вы в состоянии заработать допустим за неделю что вы можете заработать за неделю все зависит от записи конечно конечно вот и еще там в этом салоне достаточно что тебе дают чаевые там уже замечательный салон очень хорошо да я ребятам скажу что если человек пришел и 100 долларов заплатил например и там 120 сколько это стоит в салоне то чаевые в размере там 25-30 долларов это ну конечно уже не платил всего 25 уже платил 120 чем мы там накинули это как бы немного для него это довольно прилично для человека ну хорошо вот допустим в среднем на круг за неделю что вы можете заработать там 500 долларов тысячу новый четыре дня в неделю до 4 дня в неделю 500 это это минимум получается это при наличии что записи практически нет но это подождите это значит что вы восемь часов в день эти четыре дня семья когда у тебя есть запись ты приходишь записи нет ты не приходишь но у меня еще ни дня не было чтобы я была выходная потому что записи есть это обычно 3-4 массажа час массажа не плачивают 20 долларов за час и пришли то есть выглядишь там 40 50 долларов выходит да теперь с американцами работать вот легче чем с нашими или как вот с нашими в каком плане ну короче как с клиентами проще в отношении что языка с американцами да и общаюсь но они начинают очень быстро говорить они сразу понимают что я не вы это а смысл аль как они как клиенты они может быть чего-то хотят такого чего русским мир не надо или они более требовательны или скандальные или наоборот они душевные они они вот они пришли к специалисту они на полость доверяют поэтому наши россияне также они в принципе знают что а какого плана массаж вы им делать общее оздоровительные ли что-то у меня вот плечо допустим что-то у меня там плохо крутится вот не разминаем и плечико и спортивный я делаю массаж приходят сразу спрашиваю профессию по идее вот приходит очень много спортсменов теннисистов там просто расположена гольфистов в локте у них проблема да да и вот там стэнфордские вот эти я в стэнфорде получается рядышком со стэнфордом работа и там приходят именно что спортсмен теннисисты гольфисты вот их проблемы не знаю есть такой же теннис элбов проблем вот и вот такой-то массаж кому-то оздоравливающий вот недавно была женщина она именно хотела настолько релакс что у меня было ощущение что человек просто хочет чтобы его погладить лета улететь куда-то но я не могла даже чуть-чуть приложить силу человек больно да и вот это было немножечко конечно вот но они спазмированные мышцы были просто женщина уже как бы в возрасте такое состояние что а я извиняюсь за подробности вот когда допустим массирует женщину как бы деликатные места положено обходить и вот ну например я за такие вещи вот бюст как так назовем там нет мышцы об этом нечего особо массировать но есть особые точки ну конечно не сам бюст массируем а зоны декольте и там есть именно особые точки при релаксе их надо проходить потому что за счет этого расслабляется тело потому что в американцы некоторые очень чувствительны когда их трогают там за что-нибудь вот я него взять вот это не трогать то не трогать там еще в россии у нас женщины они спокойно могут прийти на массаж массируете везде называется я заплатила все а здесь как-то да вот грудь это отдельный вообще массаж это мама логический массаж это только по показаниям на самом деле что вот мамолока смотрел сказал нужен массаж если этого нет вообще не трогай да 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 это вот как такой вопрос задам вот я там в терминологии не силен но вот например вот эти такие шишки такие подкожей у женщин как как это называется ну это вообще как зернистость ткани называется вот не прямо шишка шишка вот прям подкожей шишка расширка вашего гематом чеки это кровяны может быть жировые какие-то ну хорошо это вот это размассируется или вообще нет жировик надо удалять только у меня такое ощущение что сколько бы их не удалить новые появятся нет смотря кто как удаляет это хирург понял то есть это не вас не для массажа их вообще жировики на как таковые не рекомендуется массировать потому что они начинают расти с этим надо очень аккуратно если человек знает и массажистом трогает это жировик это дело обходится вот даже если вот бывает на спине или где-то на ноге вот прыща видимо что нет ну прыщик это обходить все равно обходить это надо очень родинки тоже нельзя вот выпуклые родинки их надо обходить тоже нельзя трогать потому что можно вызвать тем самым что мы массируем вызвать рост а вот с точки зрения энергетической работы которая сопутствует вот казалось бы физически механического воздействия воздействию это происходит целенаправленно с вашей стороны или это просто как бы естественная часть того что вы делать она как-то само собой встраивается с моей стороны целенаправленно то есть вы как делюсь я энергетический донор моя кстати вот кому я устроилась на работу директриса она тоже энергетический донор я просто пришла она у нас еще в положении она скоро будет рожать я не делала специальный массаж пренатально называется для беременных там на боку человек лежит особая техника ну тут не в этом да я и начала делать массаж и она мне грит и филинг я говорю что что я чувствую я окей ему когда закончили она мне говорит приходи вот вот это было сходу я так остаю просто как бы она тоже вы готовы на рамки вы сознательно можете донорствовать у меня как-то это происходит само собой но в основном вот мне вчера делали массаж товарищ не делился чистая механика вижу понимаю чистая механика вот я здесь как резиновая кукла примерно примерно я лежала и у меня не было никакого ощущения на самом деле он очень хорошо делал массаж замечательно прохрустил меня это все 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 было но мне не хватило чтобы мне дали чуть-чуть энергии хорошо возвращаясь к вашему адаптационному процессу вы спустя месяц вот ну как квартирку сняли в комнате снимаем ну давай вы снимаете квартирку чтобы под деток уже да да но имеется как вы заселились куда-то комнату заселили значит вот вы месяц тут у вас есть ощущение что вы этот месяц успешный в вашем адаптационном процессе что могло быть хуже гораздо а вы в общем-то довольно успешно проскочили вас есть раз работа у вас есть два работа и это не такая работа что вы там идете как крест на голгоф тащите там в этом плане есть но я не скажу прям там вау все легко да я купила у меня массажный стол я его пока пить почем рожки а ну 100 долларов с копейками задаром задаром очень хороший стол прекрасный цвет стала мне очень нравится какой фиолетовый очень-очень-очень и вот он очень-очень мне нравится вот и мы уже доехали да ну что же давайте значит вы наше видео видно смотрите грешно грешно немножко даже внутри вашу эпопейку со стройка стройкой значит вы не залезаете в сбережение да вот нет такого или приходится чуть-чуть пока нет вообще-то последнее время нет я вот обнаружила что есть вышли на уровень самообеспечения да от сбережения нет отлично отлично молодцом тогда мы пока заканчиваем нашу беседу и переключаемся на другие дела